Я тебя люблю, я тебя кохаю, жетем, ти аму, ай ловью. На 120 языках на этой стене написано признание в любви. Ее рисовали на протяжении двух месяцев всем в Запорожье. Она попала в книгу рекордов Украины. А сейчас здесь проходит фестиваль «Ста поцелуев». Антон с Ангелиной пришли на фестиваль «Ста поцелуев» не случайно. Говорят, обожают подобные мероприятия. Несмотря на то, что ребята молоды, у них уже есть свои секреты поддержания отношений. Артем мне приносит еду. Он поступил на повара-кондитера, поэтому он мне очень часто готовит вкусняшки. Ну, а я дарю ему свою любовь взамен. Все конкурсы фестиваля были связаны с любовной тематикой. Задания ребятам показались легкими, но были и тем, где справиться оказалось не так просто. На скольких языках не считали, но мы уже так запутались, когда искали одно задание в квесте. Надо было найти на болгарском, испанском, французском, русских языках. В общем, мы перечитали все надписи. Не знаю, правильно ли перечитали. В общем, мы удивлены. А вот и долгожданный конкурс поцелуев. Влюбленные пары собирали пазлы, по которым нужно было узнать кадры из фильмов, и создавали статую любви. Аплодисменты, это здорово! Хорошо, справились. Организаторы фестиваля любви уже пытались провести подобное мероприятие, как только открыли стену. Но все, что-то не удавалось. Теперь, говорят, этот фестиваль не последний. Мы собрали, сделали небольшой такой камерный где-то отчасти фестиваль, который назвали «Сто поцелуев». Он у нас такой с темой перезагрузка, потому что первый мы делали в начале месяца. Но мы немножко его все-таки сделали совсем не так, как хотелось в крупном плане. И вот в итоге сегодня мы делаем его с большим комфортом, с фото-зоной, с зоной квестов, развлечений. Олег и Ангелина не пожалели, что провели этот вечер здесь. Ведь фестиваль не только конкурсы и квесты, но и новые знакомства с такими же влюбленными парами. Мы прошли квест, мы заняли второе место, и нам досталась фотосессия вот на такой замечательной фотозоне. Оксана Заводовская, Константин Пороскевич, ТВ5.